приветствую коллеги ассалам алейкум мирному вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен виртуализации мы детально посмотрим как установить и настроить kvm в линуксе для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux профессион института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру айти специалистам повысить свою квалификацию повысить свою экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры ну и вот как раз сегодня мы проводим мастер-класс мастер-класс это новый формат обучения основанный на практике learning by doing соответственно коллеги я вам все рассказываю показываю демонстрирую объясняю ну а ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умения и навыки которые вы сможете продать работодателю повысить свою квалификацию ну и вообще зарабатывать больше и жить лучше поэтому присоединяйтесь и собственно сегодня вы как раз освоите вот эту всю виртуализацию и так поехали значит следующий важный момент то что все что я буду делать сегодняшнем мастер-классе все это есть в статье в нашем блоге ссылку по этой статье вы найдете под этим видео то есть прям все команды скрипты и так дальше то есть чтобы вас гарантированно все получилось и там нигде как говорится не лоханулись то есть статья по которой можно все повторить и все будет у вас работать ну и традиционно я хотел бы начать с теории давайте все-таки с теории не со скриптов а с теории собственно я показываю вам шестую главу до chapter модуль 6 из курса devops associate собственно да где расскажу про модели развертывания и собственно какая же виртуализация бывает очень важно понимать что мы будем именно конкретно сегодня изучать собственно модели бывают разные давайте детально ознакомимся начнем собственно с по сути без виртуализации да то есть баром это соответственно берется сервер вот на этом сервере есть у нас процессор там система хранения данных оперативная память операционная система и вот на этой системе вы разворачиваете ваше приложение ваши ваши какие-то там задачи но вот такой вот модель развертывания баром это плохо на голом железе почему потому что ваш сервер может сдохнуть банально да если он умрет этот сервер то соответственно и ваши приложения как говорится вместе с ним вот это плохо да то есть плюс ко всему на голом железе плохо делать всякие бэкапы резервные копии вот ну не очень удобно да то есть это физическая штука который который вы физически привязываетесь и вот тогда для устранения вот этих всех недостатков каков которые связаны с голым железом появляется виртуализация виртуализация давайте смотреть детально значит что такое виртуальные машины коллеги это когда берется большой жирный сервер вот он у меня да вот это вот большой жирный сервер соответственно на этом сервере есть операционная система на которой все это дело работает а настроена для настройки виртуализации настроен гипервизор 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 и внутри вот этой вот большой жирная операционной системы появляется маленькие виртуальные машины вот в этом примере их 3 до то есть в каждой виртуальной машине будет своя виртуальная оперативная память своя система хранения данных свое приложение своя операционная система да то есть то есть у вас будут такие маленькие Вот виртуальные машины, вы их легко можете копировать, вы их можете клонировать, вы их можете легко бэкапить, вы можете их легко восстанавливать и так дальше. То есть виртуализация это классно, это здорово, потому что все работает намного быстрее и удобнее с этим всем работать. Ну да, есть недостаток то, что вот этот компьютер должен быть достаточно мощный, чтобы потянуть там 5, 6, 7, 8, может быть даже 18, 20, 40 виртуальных машин, чтобы это дело все, как говорится, работало и не тормозило. Вы скажете, так это же все равно физический компьютер, вдруг он сдохнет. Да, коллеги, он тоже может сдохнуть, но в чем преимущество всего этого дела? В том, что вы можете сделать несколько гипервизоров и настроить миграцию вот этих самых гостевых операционных систем между гипервизорами. То есть если одному гипервизору плохо становится, то вы можете настроить так, что гость, гостевая система переедет на другой гипервизор. И вот за счет этого уменьшается время простоя, даунтаймы уменьшаются, да, и соответственно все у вас работает и никаких проблем нет. Вот такой вот метод, как говорится, развертывания, который весьма-весьма сейчас популярный. Поехали дальше. Следующий метод развертывания это инфраструктура на базе контейнеров. Что такое контейнеризация? Давайте раз мы сюда уже залезли в тему DevOps, то я уже тоже, как говорится, расскажу. Что такое контейнеризация? Это когда у вас есть, вот он, сервер, и на этом сервере вы разворачиваете маленькие контейнеры. Вот один контейнер, другой контейнер, третий, пятый, десятый, сороковый и так дальше. Какой есть важный момент, коллеги, в контейнеризации? В том, что используется общее, общее ядро линукса во всех этих контейнерах. То есть они как бы изолированы, контейнеры, но при этом ядро операционной системы получается общее. С одной стороны это здорово. Почему? Потому что позволяет экономить ресурсы, ну а с другой стороны не очень здорово. Почему? Потому что вы не можете один контейнер сделать линукс, а второй контейнер виндовс. Такое нельзя сделать. Вот при виртуальных машинах у вас все системы могут быть разные, да? Все виртуальные машины. Первая, например, линукс, второй виндовс, третий фри бисд или там мак. То есть можно все это делать. В контейнере так, к сожалению, не получится. То есть в контейнере есть вот такие вот ограничения. Ну и последний метод развертывания это бессерверные вычисления. Соответственно преимущество бессерверных вычислений в том, что вы создаете приложение и отдаете провайдеру. А провайдер уже сам заботится о гипервизорах, о контейнерах, о чем-то там еще, резервированию и так дальше. То есть нужно только провайдеру сообщить, какие требования к вашему приложению, как оно должно работать. Вот такие вот собственно варианты. Все это детально, коллеги, изучается в курсе DevOps.DevNet.Associate. Собственно курс достаточно продвинутый, но я вас приглашаю на курс, который называется DevOps с нуля. Собственно коллеги, он небольшой, 24 доллара, 10 практик. 10 практик, где вы научитесь работать с API и даже сможете создавать какие-то такие несложные приложения. И даже у вас это все будет работать. Научитесь программировать на Python и так дальше. Поэтому приглашаю 24 доллара, 2 недели, 10 практик. Вот по работе со всем этим делом. Поэтому приходите, записывайтесь, подавайте заявки и как говорится все это дело будем изучать. Ну а мы сегодня, сегодня я возвращаюсь собственно к виртуальным машинам. Мы сегодня будем делать вот конкретно такую задачу. То есть один большой сервер и внутри его будут маленькие виртуальные машины. Вот такая вот интересная штука. Собственно коллеги, с теорией все. Если есть вопросы, то пожалуйста я их жду в этом в чате, в комментариях под видео. Пишите, постараюсь объяснить так, чтобы было максимально всем все понятно. Собственно с теорией все. Переходим к практике. Значит что дальше? Дальше мне необходим вот этот самый сервер. Давайте посмотрим, что это у меня за сервер и как бы что мы на нем будем делать. Итак поехали. Кэт, ЕТК, ЛСБ, релиз. Смотрим. Это у меня Ubuntu 2204. Последняя Ubuntu на сегодняшний момент. Вот почему я выбрал последнюю? Ну потому что она уже более-менее стабильная. Можно в принципе работать. Вот и как бы она будет долго у меня работать. То есть это разворачиваю все это дело надолго. Поэтому чтобы не обновлять, не переустановлять. То собственно я беру последнюю Ubuntu и на ней буду собственно жить. Дальше смотрим LSCPU. Что у меня тут с процессорами? Значит у меня 30... Где у меня ядра? Значит у меня 32 ядра. 32 ядра. Собственно да. Intel Xeon Platinum. Вот такой вот процессор у меня. 32 ядра. И я на этом все буду все размещать. Дальше Free-M. Что у меня тут по оперативной памяти? 64 гигабайта оперативной памяти. Вот такой вот сервер. И на нем мы настроим виртуализацию. Итак поехали дальше. Следующий этап коллеги. Что нам необходимо сделать для виртуализации? Первое. Необходимо убедиться, что процессор действительно поддерживает виртуализацию. Соответственно как это выяснить? Для этого есть такая классная команда, которая называется KVMOK. Пишите просто KVMOK. И соответственно будет видно. KVM минус OK. И что мы видим? То что KVMOK не установлены. И его необходимо собственно установить. Давайте мы это дело все установим. И заодно выясним, что у меня с этой виртуализацией. Значит что важно? То что виртуализация на большинстве операционных процессоров есть. Уже как бы да. То есть сейчас таких процессоров по-моему даже нет уже. Но виртуализация должна быть включена в BIOS. Соответственно видим KVM Acceleration can be used. Соответственно KVM есть. Можем использовать. Если вас пишут, что вас нету. Значит нужно перегрузить ваш сервер. Войти в BIOS и включить в BIOS. VTX, VTD. Все это дело необходимо включить. Дальше. Сохранить настройки в BIOS, выключить питание на сервере. Причем с розетки полностью нужно выключить. Включить назад и собственно запустить. И у вас должно быть то же самое. Соответственно Acceleration can be used. Вот такой вот принцип этого дела. Поехали дальше. Ну а дальше собственно мы переходим к установке всего этого дела. Значит соответственно ставим KVM, KVM, Lever, Virt, Diamond, Diamond System, Virt Install. И вот такие вот вещи мы сейчас установим. Это те пакеты, которые необходимы собственно для того, чтобы эта виртуализация у нас работала. Собственно это дело может занять некоторое время. Необходимо подождать пока все это дело у вас установится. Но у меня на самом деле видите 32 ядра, 40 гигабитная сеть. Поэтому все летит, летит как комета, как говорится. Поэтому никаких проблем собственно с этим нету. Так, 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 хопа, хопа, все установилось. Прекрасно. Соответственно KVM у меня есть уже и можем ехать дальше. Следующий этап коллеги это необходимо уже, собственно, что я вам хотел показать. Как создавать виртуальные машины с помощью Virt Install. То есть в основном все ругаются на KVM, потому что KVM это сложно, это долго. Еще как-то там нет, ничего сложного нету. Нужно уметь пользоваться Virt Install. Поэтому те, кто топят, как говорится, за всякие там веб-интерфейсы и так дальше. Это все не то. Надо рульцами и тогда все будет классно. Итак, я создам небольшой скрипт, с помощью которого мы выполним установку Windows сервера 2022. Давайте вот Windows сервер установим. И для этого я вот такой вот скрипт создам. Значит, я для ускорения времени все это дело скопирую. Ну а, собственно, вот так вставить. Вот вставили, прекрасно. И сейчас быстренько пройдемся по всем этим параметрам. Итак, поехали. Начинаем с создания жесткого диска, да, виртуального жесткого диска. Для этого будет использоваться файл размером 100 гигабайт. И будем использовать команду KVM и EMG. Соответственно, создаем файл RDP QCOW 2, 100 гигабайт. Формат файла QCOW. Вот, что важно. Второй файл тоже создам TMP QCOW размером 1 мегабайт. Зачем он мне нужен, коллеги? Для того, чтобы по умолчанию Windows не хавает виртуальные всякие устройства, виртуальные системы хранения данных и так дальше. Поэтому я создаю маленький диск 1 мегабайт SATA. SATA, да. Собственно, Windows будет это дело все видеть. Дальше мы установим драйвер. Драйвер перезагрузим и удалим этот маленький диск, чтобы система могла работать с системой хранения данных вирту. Поехали дальше. Значит, вирт инсталл, коннект, собственно, подключаемся к локальной системе. Пишем, какая у нас виртуализация. Акцелерейт, HVM. Дальше. Количество процессоров. Давайте добавим. Раз их у меня 32, то я здесь, то я здесь сделаю 32. 32 процессора. Количество оперативной памяти 16 гигабайт. Давайте добавим. Раз у меня много памяти. 32 768. Да, пускай мне будет 32 гигабайта. Дальше видеокарта виртуальная. Sirius. Дальше графический консоль. Как я буду выполнять установку, коллеги? Я буду подключаться по протоколу ВНЦ к моему серверу и буду там выполнять все эти настройки. Соответственно, будет слушаться все IP-адреса и пароль для ВНЦ будет циска. Важно, коллеги, ставьте пароль, потому что без пароля вас просто хакнут. Дальше. Сеть будет у меня по умолчанию вертио. Операционная система Windows. Так, по-моему, вот это нужно выкинуть. Это лишнее, да? Если я не ошибаюсь. Сейчас этого параметра уже нет. Так, OS-вариант Win2K22. CD-ROM. Ну и так дальше. Дальше подключаю диски. Соответственно, это мой CD-ROM. Windows-а 2022. Вот. Это мой маленький диск. Не, это мой диск, который хранение, да? И маленький диск на 1 МБ. Ну и название моей системе WMRDP. Вот такой вот классный скрипт. Сохраняем все это дело. И дальше. Ему необходимо дать права на запуск. Чмот плюс X. Вот. Чтобы все могло запускаться. Следующий этап, коллеги. То, что скрипт готовый. Все классно. Можно запускать. Но необходимо скачать сам Windows. Значит, куда его необходимо скачать? Его необходимо положить в папку var, lib, lib, virt, images. Вот сюда необходимо все это дело положить. Итак, скачиваем образ Windows-а и продолжим. Итак, у меня все скачалось. Проверяем ls-l. Смотрим. Это образ операционной системы Windows. Образ Ubuntu. Дальше я выполню установку хостинга. И, собственно, драйвера для Windows-а. Вертио драйвера для Windows-а. Ну а дальше мы можем переходить уже к запуску установочного скрипта. Итак, поехали. Старт Windows. Нажимаем Enter. Собственно, создаются виртуальные хранилища. Ну и мы видим, что Domain Cranching Complete. Дальше необходимо нам подключиться к консоли VNC для выполнения установки. Итак, поехали. Подключаемся. Дальше вводим пароль. Пароль Cisco, напоминаю. Ну и вот я вижу, что у меня Windows продолжает или начинает запускаться, да, загружаться. Видим, что все это запускается. Ну и здесь необходимо немножко подождать. И дальше мы выполним установку Windows-а. Так, ждем, ждем, ждем. Так, устанавливаем язык русский. Формат денежной единицы. Здесь, собственно, я нахожусь в Украине, поэтому я выберу Украину, чтобы у меня, собственно, локаль была. Так, 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 R, S, T, U. Вот. Так, украинский. Дальше. Раскладку клавиатуры я выберу английскую США. Почему? Потому что команды и все остальное, как бы, удобнее вводить все-таки на английском языке, чем потом переключать. Итак, здесь нажимаем Далее. Дальше. Установить. Установить, собственно, установщик смотрит, что у нас за аппаратное обеспечение, смотрит, что у меня за система хранения данных. Ну и дальше необходимо ввести ключ от Windows-а. Собственно, коллеги, у меня нет ключа, поэтому я нажимаю, у меня нет ключа. И, собственно, установщик продолжает работать. Так, здесь мы ждем, пока он посмотрит, что там и как там. Так, 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 так. Сбор информации о системе. Ну а дальше мы выбираем, какой же у нас конкретно будет Windows. Значит, есть два варианта. Это вариант консольный, да, то есть без рабочего стола. И вариант номер два, это с рабочим столом. Поэтому я выбираю Windows Server 2002, Standard Edition, с возможностью рабочего стола. Ну и здесь мы нажимаем Далее. Так. Принимаем лицензионное соглашение. Ну и выбираем, значит, другое установка только для, так, 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 хорошо. Ну и здесь выбираем наш диск. Значит, диск у меня будет размером 100 гигабайт. Нажимаем Далее. Собственно, это все терминальный сервер или сервер терминала будет для бухгалтерии. Да, то есть, чтобы здесь можно было разместить 1С, например. И бухгалтера могли удаленно работать. Ну а дальше мы ждем, когда выполнится установка. Установка успешно завершилась. Ну и здесь необходимо подождать, когда система перезагрузится. Так, 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 так. Перегрузить. Так, 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 так. Так, так, так. Ну и, пожалуйста, мы уже загружаемся с нашего хранилища. Уже не с CD-ROM, а с хранилища. И, собственно, Windows уже, по сути, установлен. Осталось ответить на несколько вопросов. Ну и, в принципе, можно настраивать службу терминалов и запускать туда бухгалтеров. Выполним настройку учетной записи администратора. Здесь необходимо создать пароль. Пароль. Вот такой вот пароль я создам. Так, так, так. Здесь нажимаем готово. Так. И, собственно, установка почти завершилась. Так, здорово, прекрасно. Значит, следующий этап, коллеги, это необходимо войти в систему. Для этого нужно отправить Ctrl-Alt-Delete. Я отправляю и ввожу пароль. Так, ввожу пароль. Так, мой сложный, суперсложный пароль. Нажимаем Enter. Ну и вот входим в систему. Значит, следующий этап, коллеги, это необходимо выполнить установку драйверов. Дело в том, что Windows, собственно, установилась. Но драйвера не установились. Нужно установить драйвера. Итак, для этого нажимаем правой кнопочкой на меню пуск. Так, так, так. Здесь нам пока ничего не надо. Это все закрываем. Закрываем диспетчер сервера. Так, правой кнопкой на меню пуск. И вот здесь вот выбираем управление компьютером. Управление компьютером. И надо посмотреть диспетчер устройств. И мы видим, что здесь у нас не все установлено. Да, то есть нет Ethernet контроллера. Какое-то PCI устройство не установлено. Это, собственно, Virteo. Это система хранения данных. И вот SCSI контроллер какой-то. То есть нужно выполнить установку вот этих самых драйверов. Значит, для этого накануне я скачал. Я скачал кого я скачал? Я скачал Virteo драйвера с сайта Fedora People. Вот ссылки все есть в статье коллеги. Да, то есть вот здесь все ссылки есть. И дальше нам необходимо подключить, собственно, этот ISO образ с драйверами в мою виртуальную машину. Для того, чтобы можно было выполнить установку драйверов. Итак, копируем команду, значит, virge attach disk. Дальше имя моей системы. Сам ISO файл. Пишем, что это SDA контроллер будет у нас. Да, первый диск с атошный CD-ROM. Read only. Нажимаем Enter. Disk attach successfully. Ну и теперь мы можем... Да, диск вот появился. Мы можем установить драйвера. Начнем, собственно, с сети. Значит, нажимаем обновить драйвер. Дальше найти драйвер на этом устройстве. Обзор. Ну и дальше нужно выбрать из нашего CD-диска. Значит, так открываем. Дальше, 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 дальше. Дальше открываем NetKVM. Дальше находим наш Windows здесь. Вот он, да. 2K22, 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 AMD64. Нажимаем ОК. Далее. И, собственно, драйвер должен быть установлен. Так, Red Hat Virtue Ethernet Adapter. Прекрасно, да. Собственно, почему важно использовать именно Virtue Red Hat? Именно этот адаптер. Хочу тоже поделиться своим опытом. Потому что это адаптер на 10 ГБ. Да, то есть, собственно, коллеги, это, вот если вы посмотрите, то это адаптер, как бы, нормальный. Вот, соответственно, будет у вас нормально все быстро работать, без всяких проблем, как говорится. Да, то есть, если вы посмотрите на него, то, вот, видите, он 10 ГБ. И, соответственно, у вас сеть будет нормально летать, скажем так, да. Чтобы все это дело не тормозило. Итак, поехали дальше. Следующий адаптер это SCAZI. И, соответственно, нам нужно установить, вот, если мы посмотрим на диспетчер дисков, то здесь, то вообще не видно, да. То есть, моего диска с Virtue его вообще не видно. А он здесь должен быть 1 МБ, который, да, я специально создал. Он видится здесь просто как SCAZI контроллер. Итак, давайте мы его тоже обновим. Соответственно, обновить драйвер, найти на этом компьютере, укажем путь. Путь, значит, путь, 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 как он там называется. Так, листаем, листаем. Он называется Vir, 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 Vir SCAZI. Vir Store, по-моему, да. Вот он, Vir Store. 2K22, AMD64, окей. Далее. И, собственно, драйвер, видите, у меня установился. Нажимаем закрыть. Если мы перейдем в Red Hat Virtue SCAZI контроллер, вот он, да. Если я перейду в управление дисками, то, вот видите, у меня появился мой диск 1 МБ. Вот он, пожалуйста, здесь есть. Ну и дальше я покажу, что с ним сделать. Значит, и последнее устройство, которое у нас осталось, PCI устройство, это Balloon. Что такое Balloon, коллеги? Balloon это такая технология, которая позволяет экономить оперативную память. То есть, наш гипервизор находит общие куски памяти, ну или помогает объединить неиспользуемую память. И, как результат, у вас в системе может экономиться оперативная память. То есть, если у меня 64 ГБ оперативной памяти, то я могу на виртуальные машины, собственно, выделять даже больше, чем 64 ГБ, благодаря вот этому самому Balloon. Итак, нажимаем PCI устройство, обновить драйвер и указываем найти драйвер на этом компьютере. И натравливаем, собственно, на что. А вот здесь, видите, у нас Balloon написано. И дальше я ищу 2К22. Значит, вот так, так, окей, окей, далее. И, собственно, Balloon должен быть установлен. Так, закрыть. Пожалуйста, все у меня установилось. Все устройства готовы. И таким образом система у меня может уже дальше работать. Здорово, на самом деле. Поехали дальше. Следующий этап, коллеги, что нужно сделать. Значит, с этим все сделали. Значит, следующий этап, что бы я хотел сделать, это необходимо все-таки довести до ума систему хранения данных. Соответственно, для этого я возвращаюсь в Hyperfeather. Запускаю утилиту Virch. List. Минус, минус. All. Вот моя виртуальная машина VMRDP. Ну и дальше необходимо отредактировать настройки для того, чтобы уже работала виртуальная машина с Virch. Да, с системой хранения данных. Это все будет быстро работать. Итак, поехали. Edit. V-RDP. И, собственно, так, редактор я буду использовать. Обычный классический Vim. Итак, поехали. Значит, так, кстати, если есть необходимость, вы можете редактировать все необходимые настройки вот с помощью вот такой вот утилиты. Ну, что здесь важно, то, что нужно реально понимать, что здесь что означает. Вот. Ну и надо быть внимательным, потому что можно так наредактировать, что, как говорится, вообще все перестанет работать. Значит, так, вот пошли мои, видите, драйвы всякие. Да, это первый диск у меня CD-ROM. Второй у меня SD-B. Это который, собственно, SATA. Да, вот он SD-B. А третий 1 мегабайт VDA, это, собственно, Virtio. Соответственно, мне что нужно сделать? Мне нужно SD-B убрать. Вместо SD-B сделать VDA. Вот он, да. Дальше бас у меня будет не SATA, а, собственно, Virtio. Virtio. Ну, а вот этот 1 мегабайтный диск, он уже свою функцию выполнил. С помощью его я, по сути, установил драйвер. Да, поэтому, поэтому дальше я это дело все беру и удаляю с помощью DD. Да, DD, 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 DD. Да, и еще, что важный момент, вот этот адрес нужно тоже удалить. Его, собственно, Virtio сам укажет, какой контроллер, какой баз, какой таргет, какой юнит. То есть, вот таким вот образом. То есть, приводим вот к такому виду. Соответственно, дальше сохраняем. Сохраняем. Ну, и все, в принципе, можно выходить. Да, для того, чтобы все это дело вступило в силу, необходимо, собственно, выключить мой гипервизор. Но я пока не буду выключать. Значит, следующее, что необходимо сделать, коллеги, это нужно пробросить. Так как у меня это служба терминалов будет здесь работать, да, то необходимо на внутреннюю сеть, да, то есть здесь внутри гипервизора есть своя внутренняя сеть, необходимо пробросить порт 3389. Это классический RDP-шный порт, для того, чтобы я мог подключаться удаленно. Соответственно, для этого я воспользуюсь такой технологией, которая называется хуки. Хуки это перехват. И мы, соответственно, перед запуском виртуальной машины будем добавлять правила в IP-таблес для проброса порта 3389. Итак, как, ой-ой-ой, так, сейчас еще раз подключаемся. Итак, настроим технологию хуков. Для этого переходим в папку ETK, libvirt, libvirt, hooks, hooks. И, собственно, там необходимо создать файлик к ВМО, для того, чтобы можно было настроить проброс порта. Значит, вот он у меня этот скриптик для IP-таблеса. Давайте я его скопирую. А потом мы пробежимся по этому скрипту, для того, чтобы вот вы понимали, что здесь, что означает. Для удобства я запущу скрины, чтобы можно было открывать несколько сессий. Да, так он мне будет удобней. Итак, поехали. Значит, создаем файл к ВМО. Вот. И вставляем туда следующее содержимое. Так, 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 так. Значит, первое, хост IP-адрес. Необходимо указать IP-адрес моего сервера. Давайте мы его отредактируем для моих потребностей. Значит, для этого мы посмотрим команду IP-адрес. Вот какой у меня тут IP-адрес. Какой у меня тут IP-адрес. Так, еще раз. ЛС. Вот так будет лучше. Так, IP-адрес. Вот он, 164. Та-да-да-да-да. Так, соответственно, мы его берем и вот сюда вставляем. Дальше. Название. Гвест-нейм ВМ-РДП. Это совпадает. Порт пробросит 3389. Согласен. Ну и Гвест-айпи-адрес. Да, необходимо указать IP-адрес гостевой моей системы. Поэтому я возвращаюсь в Windows. Значит, давайте посмотрим, какой там IP-адрес. Так, Ethernet. Параметры адаптера. Адаптера. Так, сведения. Что тут-то в него. Значит, 192. 168. 122. 181. Да, 181. Так, есть такое дело. Ну и что этот скрипт делает? Значит, скрипт, он с помощью технологии хуков. Значит, первый параметр передается имя. Собственно, виртуальной машины. То есть, если имя виртуальной машины будет совпадать с ВМ-РДП. Следующая команда старт. То будет выполняться вот это вот все дальше. Давайте я вот так вот это все отодвину. Чтобы вы понимали, что оно делает. Вот таким вот образом. Соответственно, мы будем выполнять проброс соответствующих портов. Для того, чтобы это дело все у меня работало. Так, дальше. If, если стоп, если стоп, то что? То, соответственно, будет стопать. Если стопать, то правило из IP-тейблеса будет удаляться. Да, то есть, будет этот вот проброс удаляться. И, соответственно, IP-тейблес будет чистенький. Да, то есть, вот таким образом. Но вы можете, на самом деле, здесь много чего настроить по необходимости. То есть, как вам будет удобно. Так можно это дело все и сделать. Значит, ну и тут IF один закрывается. Вот он, да. И другой. Значит, аналогичный. Дальше скрипт тоже выполняет проброс уже UDP портов. Да, то есть, у меня первый пробрасывает TCP порты. Вот. А дальше это все пробрасывает UDP. Дело в том, что протокол RDP, вот есть вот этот флекс RDP или как он там правильно называется. Соответственно, если вы хотите пробрасывать и звук, вот и видео смотреть прямо в терминале, то, соответственно, для этого я вам рекомендую пробросить именно два порта. И TCP-шный, и UDP-шный. Итак, сохраняем. Сохраняем все это дело. Дальше даем право на запуск. Chmod plus xquem. Ну, вот, ls-l. Смотрим, да, все у меня получилось. Здорово. Следующий параметр, коллеги. Следующее, что нужно сделать, это убедиться в том, что разрешен удаленный доступ к моему серверу по протоколу RDP. Для этого нажимаем, значит, так, 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 приложение, так, управление, так, управление компьютером. И здесь где-то находится, собственно, так, 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 заходим, система, дальше удаленный рабочий стол. И вот здесь вот нажимаем включить, включить рабочий стол. Так, подтвердить, так, показать, так, 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 параметры, давайте посмотрим. Так, это заставки всякие. Так, включить удаленный. Как, кто может подключаться. Значит, коллеги, какой важный момент. То есть, чтобы пользователи могли подключаться к вашему компьютеру, они должны быть в группе или администратор, или пользователи удаленного рабочего стола. Соответственно, вот я администратор, поэтому я уже и так буду сюда подключаться. Ну, обычных бухгалтеров без каких-то административных прав необходимо добавить в группу пользователей удаленного рабочего стола. Ну, и, собственно, у вас будет все уже подключаться. Итак, все необходимые параметры я включил. Дальше выключаем полностью мою виртуальную машину. Для этого нажимаем пуск, пуск, пуск. Дальше выключение, выключение. И, собственно, завершение работы. Завершение работы. Так, так, другое. Что-то там выбираем. Так, продолжить. Продолжить. Происходит завершение работы. Так, значит, да. То есть, для того, чтобы этот скрипт сработал, и вообще, чтобы все у нас вступило в силу, и драйвера, которые для Virteo, для системы хранения данных, и проброс портов, то надо именно полностью все выключить. Давайте проверим Virteo. List, минус, минус, all. Что мы видим? То, что shoot-off. Shoot-off это выключено. Итак, включаем старт. VM-RDP. Нажимаем Enter. Вот система started. Можем убедиться, что система у меня сейчас загружается. Загружается. Вот она, да. Ну и пока грузится. Давайте проверим, что там в IP-Tables. Итак, IP-Tables, IP-Tables, минус L, большое, по-моему. Смотрим. Правила, значит, вот они здесь должны у меня появиться. Вот, да, есть правила. Видим, значит, rejected. Так, 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 что тут у меня. Так, где же тут мое правило. Domain, domain, domain. Так, так, так. Где же мое правило? Где же мое правило? Итак, для того, чтобы правило было видно, нужно пропустить через LES. Соответственно, вот я вижу, что у меня есть два правила. Вот они, да. Соответственно, это пробрасываем UDP 3389. И, собственно, пробрасываем TCP, MS Web, WBT Server. То есть, вот оно, пожалуйста, пробрасывается. Здорово. Дальше запускаем клиента удаленного рабочего стола и пробуем подключиться к моему RDP серверу уже по RDP. Итак, нажимаем подключиться. Вводим имя пользователя, администратор. Администратор. Вводим пароль. Мой супер секретный длинный пароль. Нажимаем подключиться. Ну и вот видим, коллеги, что я вхожу в систему. Таким образом, сервер терминалов, по сути, готовый и можно пользоваться. То есть, вот, пожалуйста, все у меня запускается. Выглядит это дело вот таким вот образом. Красиво, да. Ну и дальше здесь необходимо выполнить установку тех приложений, которые необходимы вашим бухгалтерам. То есть, это там 1С или что они там будут у вас использовать. То, пожалуйста, все это дело необходимо поставить. Таким образом, коллеги, с Windows у меня все, да, здесь все работает. Просто летает. И как бы это здорово, это прекрасно. Таким образом, вот Edge тоже здесь есть. Вот, вот все, пожалуйста, видите, все работает. Так, 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 так. Ну, пожалуйста, все открывается. Прекрасно. Значит, ну, с терминалами у меня все. Видите, прекрасно все работает. Значит, давайте следующий этап. Так, отключаемся отсюда. Соответственно, следующий этап, коллеги, это я хотел бы выполнить. Так, отключиться. Отключиться. Следующий этап я хотел бы выполнить установку, собственно, Ubuntu для, то есть, еще одна виртуальная машина Ubuntu для хостинга. То есть, следующий этап давайте развернем виртуальную машину для хостинга. Итак, поехали. Что нам для этого необходимо? Нам по образу и подобию необходимо создать эту самую виртуальную машину. Для этого будем точно так же использовать вирт инсталл. Вирт инсталл. Ну, давайте это тоже все настроим. Так, вирт инсталл. Так, инсерт. Дальше. Дальше давайте вот это все делаем. Вот так вот скопируем. И я тоже объясню, где, что, какой параметр делает. Итак, поехали. Значит, по аналогии, с помощью КВМ и МЖ создаем виртуальный жесткий диск, виртуальную систему хранения данных в нашем хранилище. Варлиб, либвирт, имейджис. Соответственно, файл называется VM-хостинг. Его размер 25 гигабайт. Дальше. Подключаемся к гипервизору. Выделим. Ну, два процессора, наверное, маловато. Давайте выделим. Вот, наверное, штук 8. Ну, и оперативной памяти. 8 тысяч. Давайте 8 гигг сделаем. 8192. Так, пароль. Значит, подключаться будем по ВНЦ, по образу и подобию. Пароль будет у меня CIS, как обычно. Убунта ОС вариант. Кстати, да, коллеги, важный момент. То, что вот здесь вот необходимо указать, что же у вас будет за операционная система. Ну, у меня вот Убунта 2204. Точно так же указываем CD-ROM. Это Убунта Live Server AMD64 ISO. И указываем путь к моему файлу системы хранения данных. Название системы VM-хостинг. Так, тут очипятка. Давайте лишнее вытрем. Вот так. ВМ-хостинг. Так, здорово. Здорово. Значит, сохраняем все это дело. Сохраняем, сохраняем. Так. Сохраняем. Даем право на запуск. Вот. Старт Убунта. Вот. И давайте запустим инсталляцию моей Убунты. Так. Нажимаем Enter. Инсталляция началась. Подключаемся. Да, это мой, собственно, Windows. Он продолжает работать. А я подключусь. Единственное, что, коллеги, порт уже будет. На 1 больше. То есть, перед этим порт был 5900. А здесь мы делаем 5901. 5901. Континюю. Пароль. Циско. Ну и вот мы видим, то, что запустился. Загрузка с CD-ROM. Здесь я нажимаю Enter. И, собственно, дальше у меня должен открыться. Должен открыться инсталлятор моей Убунты. Здесь необходимо подождать, пока все это дело загрузится. Да, видите, все грузится. Прекрасно. Здорово. Так. Давайте мы это дело немножко расширим. Чтобы все было виднее. Так. 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 Да, шрифт не очень большой. Но, тем не менее, можно что-то увидеть. Так. Запуск происходит. Ну и дальше классически все устанавливаем. Что хорошо, то что Убунта уже все драйвера Virtue поддерживает по умолчанию. Ну и вообще ядро линукса, да. Поэтому нам остается только выполнить установку. Итак, язык системы оставляем English. Нажимаем Enter. Дальше. Continue without updating. Пускай так будет, да. Мне не нужно инсталлятор обновлять. Так. Раскладка клавиатуры English. English устраивает. Окей. Дальше. Ubuntu Server или Minimum Ubuntu Server. Значит, я выберу минимальную установку Убунты. Нажимаем Done. Дальше. Сеть. Вот, пожалуйста, мой IP-адрес появился. 192.168.122.43. Его дальше необходимо будет прописать в скрипте для проброса всего этого дела. Порта 80 для хостинга. Нажимаем ОК. Дальше. Прокси у меня здесь никакого нету. Done. Это откуда обновляться. ОК. Согласен. Дальше. Виртуальная система хранения данных. Обратите внимание, VDA. Убунта все увидела. 25 гигабайт. Хочет установить LVM. Ну, я считаю, что LVM не нужен для виртуализации. Здесь нажимаем Done. И, собственно, вот такие вот диски будут у меня созданы. Прекрасно. Done. Вы уверены? Да, уверен. Дальше необходимо создать пользователя, под которым я буду работать. Давайте я создам юзер. Сервернейм хостинг. Дальше юзернейм. Еще раз юзер у меня будет. И пароль. Задаю пароль на своего пользователя. Так. Нажимаю Done. Дальше. Установить OpenSSH. Да, установить, чтобы я не мучился с этим ВНЦ. Конечно же, да. Поэтому нажимаем здесь Done. И, собственно, если необходимо установить какие-то дополнительные, собственно, утилиты, то здесь можете выбрать. Но мне ничего не надо. Я сам установлю Apache. Поэтому нажимаю Done. Ну и, собственно, дальше происходит установка операционной системы Ubuntu Server. Здесь необходимо немножко подождать, пока все это дело установится. Installation Complete. Дальше нажимаем Reboot Now. И, собственно, система перезагружается. Прекрасно. Таким образом мы выполнили установку Ubuntu Server. Ну а дальше нам осталось только поднастроить все это дело. Итак, что же нам дальше нужно сделать, коллеги? Значит, нам необходимо дописать скрипт, да, хуки для проброса портов. Давайте это дело сейчас сделаем. Так, ETK, LibWirthooks, QWM, да, QWM. Значит, что нам необходимо сделать? Нам необходимо, да, то есть вот мой файл. Здесь vmrdp. Вот мы пробрасывали 3389. Соответственно, дальше мне необходимо пробросить 80-й порт. Соответственно, так, 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 так. Вот у меня здесь все это дело есть. Я это дело просто возьму и скопирую. Так, Ctrl-C. И сюда мы сделаем Ctrl-V. Ctrl-V. Итак, значит, GuestName02 у меня здесь, да, vm-hosting. Дальше подправляем IP-адрес 192-168-122-43. 43 там IP-адрес, да. Порт пробрасываем 80 для того, чтобы это дело все заработало. Так, ну и в принципе здесь все, все, как говорится. Окей. Так, сохраняем, сохраняем. Ну а дальше, дальше так. Моя Ubuntu как раз загрузилась. Итак, Ubuntu логин. Давайте попробуем подключиться через ВНЦ. Не очень удобно работать, поэтому я попробую подключиться вот прямо отсюда. Итак, SSH. User у меня был, да, 192-168-122-43. Так, здесь yes. Пароль. Вводим пароль. Какой у меня там был пароль? Вот какой-то такой. Прекрасно. Я теперь стал уже, работаю, видите, на хостинг. На хостинг. Итак, следующее, что мне необходимо сделать, это установить веб-сервер Apache. Итак, поехали. Sudo.su. Стану суперпользователем для удобства работы. APT Update. Так, сейчас моя система хочет что-то там обновить. Ну и я обновлять не буду для экономии времени. Я установлю сразу веб-сервер Apache. Итак, APT Install Apache 2. Нажимаем Enter. И, собственно, yes. И здесь все должно у меня уже установиться. Так, 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 так. Ну все прекрасно. Все установилось. Следующий важный момент. То, что необходимо выключить мою виртуальную машину хостинг. Для того, чтобы потом ее включить. И сработал скрипт с хуками. И, собственно, начался проброс портов. Итак, выключаем. Для этого пишем shoot down. Minus edge now. Так, здорово. Дальше. Verse list. Minus, минus all. Что я вижу, то, что машина у меня shoot off. Да, то есть выключена. Вот. Ну, теперь давайте ее включим. И посмотрим, будет ли доступен уже виртуальный хостинг. Смогу ли я уже заходить на сайт. Итак, старт. VM минус. Так, еще раз. В минус хостинг. Так, нажимаем enter. Система должна загрузиться. Ну, и мы должны зайти на наш сайт. Так, смотрим. ВNC хостинг. Виртуальная машина загрузилась. Давайте проверим. Проверим правила в IP tables. IP tables. Minus L. L большое. Давайте ввес перенаправим. Что мы здесь видим? То, что у меня появилось два новых правила. Вот видите, да, 80-й порт у меня пробрасывается на IP адрес. 111.120.168.122.43. Ну, а дальше осталось, собственно, запустить браузер. Написать hbb.me. Нажимаем enter. И мы видим то, что it works. Пожалуйста, коллеги, все это дело у меня работает. Таким образом, вот, прекрасно, прекрасно. То есть хостинг у меня тоже работает. Тоже работает. Ну, вот, можем посмотреть, что там по ресурсам. Давайте запустим топ. Вот такие у меня сейчас ресурсы. Да, то есть, ну, сейчас особо нагрузки-то нету, да. Поэтому нагрузки и нету, да. Дальше по процессорам. Тут, видите, сколько этих процессоров. Так, немерено, да. Но, тем не менее, таким образом мы настроили виртуализацию. Что важно, сколько можно запускать виртуальных машин в, вот, на гипервизоре возникает вопрос. Коллеги, тут все зависит от конкретного сервера. Если у вас сервер вот такой вот мощный, как у меня, 64 гигабайта, 32 ядра, 32 процессора, да, то, собственно, здесь ограничений, как бы ограничений нету фактически, да. То есть, сколько влезет, как говорится, да, можно запустить и 10, и 20, и 30. Главное, чтобы хватило этих всех ресурсов. Ну, и у вас это дело все не особо как-то там, вот, тормозило. Да, вот, кстати, Windows, видите, что-то там делает. Загрузка процессора растет. С чем это связано? Обновление, да, то есть, сейчас скачаются обновления, поэтому, поэтому, как бы, нагрузка, да, вот, и установил, и сразу все это дело начало что-то там качаться. Вот такая вот интересная штука. Так, смотрим, что там, что там у меня по статье еще, может быть, что-то вам не рассказал. Ну, вроде все, коллеги, значит, если есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. То есть, я вам что рекомендую? Рекомендую вам пользоваться утилитой VIRG. Здесь можно на самом деле делать все, что угодно, да, вот, list-all, пожалуйста. Можно редактировать эти все системы, да, вот, пожалуйста, здесь изменять все параметры. Ну, надо, как говорится, это дело все понимать. Есть еще нет, нет, да, можно здесь сетью управлять. Нет, нет, create, auto start, destroy, net info, net list. Давайте посмотрим, да, net list, вот, net info. То есть, здесь на самом деле можно много чего делать. Вот оно, да, то есть, все здесь, пожалуйста, видно, но, опять-таки, для этого необходимо знать команды. Но, как по мне, это самый лучший вариант управления вашим гипервизором. То есть, с помощью утилиты VIRG, вот, пожалуйста, можно делать все, что угодно. Значит, коллеги, на этом я предлагаю остановиться. В нас будет вторая часть этого мастер-класса, где я расскажу о том, как управлять всем этим делом с помощью уже графического интерфейса, да. Потому что много кто сейчас там напишет в комментариях, о, боже мой, это надо команды знать. Я команды не знаю, не знал и не хочу ничего учить. Хочу просто мышкой нажимать. Поэтому будет вторая часть, где я покажу, как всем этим делом можно управлять с помощью графического интерфейса. Тоже весьма неплохо. Но, опять-таки, лучше всего с помощью команд. Если у вас есть вопросы, коллеги, пожалуйста, задавайте. Пишите их в комментариях под этим видео. Пишите в чат, я с удовольствием на них отвечу. Если для вас это видео было полезным, оцените его лайком. Ну и вообще подписывайтесь на наш канал, где мы постим вот такие вот интересные классные видео по вашим заявкам. Поэтому, коллеги, если у вас что-то не получается или вы давно хотели что-то настроить и у вас не получается, то, пожалуйста, пишите в комментариях, о чем сделать следующее видео. И мы обязательно, собственно, для вас это дело все выполним. Ну а если для вас интересна тема Linux, сетей, кибербезопасности, программирования, то я приглашаю вас на курсы. Подавайте, пожалуйста, заявочки. На курсах вы сможете не просто что-то там послушать. Вы сможете систематизировать ваши знания. Наши курсы проходят вот в таком формате. Вот как результат будут знания, умения, навыки, ну и международная сертификация. Наши курсы заканчиваются международной сертификацией. Ну и еще важный момент, то, что мы помогаем с трудоустройством. Поэтому добро пожаловать, подавайте заявки. Ну на этом все. Мир дому вашему. Салам алейкум. Берегите себя своих близких. Несите тяготы друг друга. Помните, что сила в единстве. Поэтому помогайте друг дружке. Ну на этом все. До свидания.